Какое отношение имеют к нам события Исхода? Сегодня вы узнаете, как вы можете пережить Исход с вашим Господом. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шнайдера Равина Шнайдер Я проповедую среди Красного моря. В той стороне Иордан, в этой Саудовской Аравии, там находится Египет, а вон там Израиль, по дну этого моря, евреи перешли, когда Бог вывел их из Египта 3,5 тысячи лет тому назад. Евреи до сих пор живут на земле. Однажды пал Рим, исчез Вавилон, сошли со сцены истории Медяне, Хитее, Амарии и Евусеи. Все эти народы канули в небытие, а Израиль есть до сих пор. Как и три тысячи лет тому назад, евреи провозглашают историю, что они были сверхъестественно освобождены Господом из Египта. История о чуде. Пасха — праздник в честь освобождения. Она отмечается евреями каждый год все эти века. Самая древняя традиция в мире. Она в честь перехода Красного или Тростникового моря. Это сверхъестественно. Евреи сохранили свое самосознание, свою культуру, свою кухню, свою национальную одежду. Я должен сказать, что она почти не претерпела никаких изменений. Мы не изменились за эти века. Это объясняется лишь тем, что нас вела могучая, сверхъестественная сила. Мы встретились с живым Богом. Богом Авраама, Исаака и Иакова. Отца Господа Иисуса Христа. Сегодня я предлагаю вам открыть книгу Исход. Мы откроем с вами 14 главу и прочитаем 10 стих. Израилетяне переходят через Красное море. Сыны Израиля были в египетском рабстве более 400 лет. Бог дал им Моисея. Затем отправил его к фараону. Бог свел 10 казней на Египет. Господь говорил, отпусти мой народ, чтобы он поклонился мне. Каждый раз, когда Моисей приходил к фараону, он то соглашался, то нет. Бог ожесточил его сердце. После страшной 10 кары, Господь поразил всех первенцев, не покрытых кровью ягненка. Отсюда происходит слово «Пасха». Господь велел евреям помазать кровью барашка косяки дверей. И когда ангел смерти, а именно ангел-губитель, будет идти по городу, и шагая мимо домов, и видя на дверях кровь, он будет проходить мимо. Дети Израиля взяли кровь ягнят, помазали ей косяки дверей, и ангел уничтожил только тех первенцев, чьи двери не были помазаны кровью барашка. Сейчас на ваших экранах вы видите изображение того, как это происходило. Иоанн Креститель сказал об Иисусе, «Это агнец Божий». Все первенцы Египта погибли, и только тогда фараон сказал, «Ну ладно, уходите отсюда, с меня хватит, я так больше не могу». Его ошеломила 10-я кара, смерть первенцев. Он сказал Моисею, «Покиньте нас, поклоняйтесь вашему Богу в пустыне, празднуйте Ему там». Моисей и евреи начали исход из Египта в обещанную землю. А что же дальше? Фараон снова передумал. Вначале он сказал, «Уходите», а потом опомнился, «Да ведь это же мои рабы». Снова победила его гордыня, и Бог ожесточил его сердце после того, как фараон заупрямился. Египет преследует Израиля, евреи приходят к морю, приходят к этому самому морю, на котором мы сейчас находимся, тростниковое или Красное море. Они не могли идти, ибо впереди было море. И назад не повернуть им. Египет позади. Они в ловушке. Они начали кричать на Моисея, «Что же ты натворил? Ты вывел нас отсюда, чтобы нас убили?» Дорогие, мы читаем в книге «Исход» в 14 главе. Буду читать только избранные стихи. «Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. И сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вы вовеки». Читаем далее. «И сказал Господь Моисею, «Что это ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море». А ты подними жезл твой и простри руку твою на море». Моисей простирает руку на это самое море. Друзья, все было на самом деле. Наша вера в Бога Яхве – это историческая вера. Израилетяне существовали. Мы с вами на месте чуда. Именно здесь Творец Вселенной явил славу, разделив море. «Причина существования евреев сверхъестественна. Простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря, по суше. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь с моря сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море суши, и раступились воды. «И пошли сыны Израилевы среди моря, по суше. Воды же были им стеною, по правую и по левую стороны. Погнались египтяне». Господь заставляет воду встать с правой стороны и с левой стороны. Израиль прошел посреди двух стен. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. «И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Моисей простирает руку на море, и море смыкается именно в том месте, куда мчатся египтяне. Так Господь потопил египтян среди моря. Возвратилась вода, покрыв колесницы и всадников, ни один солдат из всей армии фараона не смог спастись. Яхве, бог Авраама, бог Исаака и бог Иакова потопил всю армию в море. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, а воды были им стеною, по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израилитян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы, египтян, мертвыми на берегу моря». Здесь описана интересная и впечатляющая подробность. «Евреи увидели египтян, мертвых на морском берегу. И увидели израилитяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа и поверил Господу. И Моисею, рабу его. Пасха – это праздник в честь освобождения. Она отмечается евреями каждый год все эти века. Самая древняя традиция в мире. Она в честь перехода Красного, или, как я уже говорил, Тростникового моря. И это сверхъестественно. 14 глава Марка очень впечатляет меня. Там описывается женщина с алебастровым сосудом. Содержимое по стоимости равнялось годовому заработку. Она взяла драгоценную жидкость и помазала тело Иисуса. Люди начали роптать. Это перебор. Это за рамками этикета. Иисус сказал, оставьте ее в покое. Она сделала, что могла. А вы все сделали, что могли? Думаю, кто-то из вас может делать больше. Тело Иисуса, помазанное Марией, уже не на земле. Но мы до сих пор можем помазывать его тело, отдавая ему пожертвования через служение, которое проповедует о Христе людям. Призываю вас стать ежемесячным партнером нашего служения. Явите экстравагантный дар вашей любви. Станьте нашим ежемесячным партнером. Через это вы получите помазание, как часть тела Иисуса Христа. Нужно проповедовать людям на земле. Этим и занимается наше служение. Спасибо вам за финансовую поддержку. Если Бог открывает вам это, тогда станьте нашим партнером. Не откладывайте это. И снова мы в эфире. Только вы избраны быть с моим народом. Народом особым из всех народов на лице земли. Я дам рождение народам ради вас. Если вы начали отношения с Богом Израиля благодаря покаянию перед Иисусом, а Бог Израиля — Отец Иисуса, то Бог Отец Яхве также действует в вашей жизни. Также вы один из избранников Иисуса. В послании к римлянам сказано вот что. Бог избрал евреев, а еще в настоящее время есть по благодати избранный остаток. Не только среди евреев, но и среди язычников, греков. Бог продолжает действовать мощно и сверхъестественно в жизни своих избранных. Иисус сказал, «Не вы меня избрали, а Я избрал вас». Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, который избрал нас в Нем прежде основания мира, и предопределил нам быть с Ним и через усыновление стать Его сыновьями и дочерями. Бог любит нас, и Его любовь настолько сильна, столь реальна и ощутима, что Он активно действует в нашей жизни, так же, как и действовал среди евреев, освободив их из Египта. Израиль был в неволе у фараонов и армии Египта. Они были рабами в той стране, так и мы с вами должны получить свободу от гнета. Скорее всего, над вами нет рабовладельца, но есть дьявол, который поработил людей греху. Мир — это духовное место. Есть люди, поступающие как дьявол. За ними стоит духовный мир. Иисус приходил на землю, чтобы освободить нас из тьмы, из дьявольского гнета, от давления фараонов мира сего, в Его свободу. Верьте, что Бог, как и для Израиля, сотворит для вас сверхъестественное и захватывающее чудо. Каждый нуждается в чуде. Каждый нуждается в славе Божьей. Мы должны увидеть плоды живой и настоящей веры. Да, Бог сотворил чудо для Израиля много веков назад, но и вы, и я можем обрести опыт своего чуда. Благодаря Богу. Дело понятное. Большая часть жизни — это будни. Пробуждение, душ, зубная паста, далее надеваем брюки, идем на работу, зная, что на ней будет. В общем, живем одним словом. Таковы наши обычные будни. Заботимся о жизни, несем ответственность, растим детей, или нянчимся с внуками. Но знаете что? Посреди этого есть сезоны. Когда отец приходит, и мы познаем живого Бога. Вчера я проповедовал на улице в Израиле. Я заговорил с мужчиной и его дочкой. «Вашей дочери 9 лет?» — спросил я его. Бог дал мне пророческое слово знания о ее возрасте. Он ответил «Да, ей 9 лет. Ну а что дальше?» Бог показал им, что он живой. Бог явил свое сверхъестественное. Дорогие мои, верьте Господу, и вы увидите, что Господь живой. Он действует и по сей день. Иисус сказал, «Если поверите, то увидите славу Божию». Когда Бог разделил море, евреи увидали его славу. Когда они достигли другого берега, Мариам и остальные спели хвалу Всевышнему Богу. «Я спою Господу, ибо Он наш славный победитель». Коня и всадника, поверг он море. Увидели чудо и подхватили песню. «Я спою Господу, ибо Он наш славный победитель». Коня и всадника, поверг он море. «Господь есть Бог, я Его прославлю. Мой Бог, Отец, я возвеличу Его». «Господь есть Бог, я прославлю Его». «Мой Бог, Отец, ты возжигаешь светильник, мой Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Вот такие простые слова, как вы слышали. «С тобой я поражаю войско, а с Богом моим восхожу на стену. Бог не порочен путь Его. Чисто Слово Господа, считан для всех уповающих на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь». Мариам и дети Израиля спели хвалу Господу по разделении моря. Бог и нам желает подарить радость. Я помолюсь за вас, чтобы Бог, Отец, явил Себя вам. Отец, спасибо за братьев и сестер. Спасибо за всех и каждого, Отец, призванных быть твоими детьми. «Благослови каждого зрителя, который любит тебя и зовется твоим именем. Откройся им, Бог Отец. Допознают они тебя». Это не их убеждение и не доктринальная позиция. Но пусть будут отношения с настоящим Богом. Допознают они тебя вблизи. Иисус, ты сказал в Евангелии, «Если будете любить меня и слушаться, то приду и откроюсь вам». Так познают любовь Отца и познают Царя Иисуса и Его пребывание в нашем сердце. Повей ветром своим на каждого, Отец. Повей духом своим, Отчим, на всякого, кто привлечен к тебе словами, которые провозглашаю. Отец, провозгласи мир над всеми сынами Божьими. Пусть придет ветер покоя к каждому. Укрепи нас, Бог Отец, чтобы мы держались за тебя верой, чтобы мы простерлись и схватились за тебя и верили тебе о знамених. Писание говорит, что мы верим не только в слово, но и в проявление твоего духа и силы твои. Бог Отец, провозглашаю твою славу и жизнь народа твоего. Очень спасибо, что мы будем в Царстве вместе с Иисусом, что мы стали причастниками Божьего естества, и слава твоя обитает в нас. Спасибо, Отец, за разделение Красного или Тростникового моря ради детей Израиля. Ты соделал чудо в жизни своих детей, дабы освободить нас от всей власти врага. Из глубины души льется «Папа, я тебя люблю». И деток твоих, Отец, я благословляю каждого во имя Иешуа Хамашеха, любимые дети Бога. Я тоже вас люблю. Благословения вам. До встречи. Мы на Красном море. Я Кёрт Шнайдер. Мир и шалом вам. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за то, что смотрите нас. Как видите, я в Израиле, позади меня Елеонская гора и Иерусалим. И пока я был здесь, ко мне подходили многие люди и говорили, что видели меня по телевизору. Это были как верующие евреи, так и люди из других стран и даже неверующие. Они узнают меня, потому что смотрят нашу программу. Ваша финансовая поддержка делает это возможным. Ваши пожертвования нашему служению используются на благовестие в этой стране. Дорогие мои, Иисус вернется очень скоро. И если вы ощущаете, что Он стучится в ваше сердце, побуждая вас пожертвовать свои финансы, сделайте это немедленно, потому что Иисус скоро вернется и вознаградит вас за все ваши дары, отправленные на Его цель. Говорю вам из Иерусалима, я люблю вас, спасибо вам. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Перед тем, как пойти на рентген, я отправила молитву писателям, книги которых читаю в Киндли. «Ответило двое. Одним из них оказался Равин. Он приложил молитву Арона, которой я молилась перед тем, как пойти на рентген. Хирург, он просто удивился. От перелома не осталось и следа. Я верю, это произошло по благословению Равина и Синтии. Да будет слава вся и Ешуа!» Шейла. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Миссия служения еврейский Иисус умножать учеников через проповедь Евангелия в Израиле и по всему миру. Но эта задача станет осуществимой только с помощью таких финансовых партнеров, как вы. Если Бог призывает вас стать ежемесячным партнером, заходите на наш сайт или позвоните нам по номеру, указанному на экране. Когда вы станете партнером, Рави хотел бы посеять вашу жизнь подарки для партнеров, следуя за ним интервью о жизни Равина. Оно того стоило. Удивительная история жизни Синтии Шнайдер и Крусейды за кулисами. Эксклюзивные кадры путешествий Рави по всему миру. Тысячи лет назад Бог Бог сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. into your life. Я ва рехехе Яве ва yишмареха Я ер Яве панав илехах Ви ху нехах панав илехах ва ва илех ва ва илех шалом Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего. И будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое. И да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена Откровения». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Присоединяйтесь к Кёрту на следующей неделе в путешествии по Святой Земле. Библейские места оживут у вас на глазах. Примите Откровения от Бога сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok